Больше проектов, хороших и разных. Вслед за Кишиневым у нас новый, намечается адресный проект в славном городе Одессе, и у нас оттуда два замечательных гостя, представителей Skyway в этом городе, а именно Дмитрий Слюсар и Максим Исып. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте и с какой целью, и с кем, главное, вы прибыли в стольный град Минск. В город Минск мы приехали в составе делегации, которую возглавляет заместитель директора гора электротранспорта города Одесса. Цель данного визита – ознакомиться более подробно с технологией, увидеть, что уже сделано конструкторским бюро Анатолием Эдуардовичем Юницким. И когда технология Skyway была презентована в январе 2017 года руководству данного предприятия, это вызвало очень большой интерес и, само собой, много вопросов. И для того, чтобы получить ответы на технологические вопросы, мы и решили приехать сегодня в город Минск. Также в данный момент конструкторским бюро будут изготовлены предпроектные работы по данному маршруту. Это центр города Одессы и поселка Котовского. Это достаточно проблемный участок в городе, который составляет 16 километров, но пассажиропоток в год составляет в районе 40 миллионов человек в год. И, соответственно, люди добираются с точки А в точку Б по такому короткому маршруту всего-навсего, точнее, не всего-навсего, а в данный момент за полтора-два часа времени. Реализовав адресный проект в нашем городе, применив технологию Skyway, люди смогут 15-20 минут тратить на то, чтобы добираться с работы домой. Поэтому цель нашего визита – более познакомиться, дать более точное, так сказать, точное техническое задание для выполнения предпроектных работ. И после этого, так сказать, этот аванпроект будет презентован мэру города Одессы. Спасибо большое. Как ваши впечатления от посещения Экотехнопарка? Может быть, Дмитрий ответит. Ну, мы сегодня уже говорили об этом, да, и когда все начиналось, было совсем не так, как сегодня. Сегодня мы увидели реальные действующие модели в Экотехнопарке в городе Марина Горка. Мы были на производстве, которое уже конкретно занимается именно сборкой подвижных составов. Мы сегодня присутствовали по всем этажам, прошлись по экскурсии по конструкторскому бюро. И, честно сказать, эмоции переполняют, потому что, действительно, ты понимаешь, что часть тебя тоже принадлежит этому. И ты, конечно же, самая лучшая позитивная эмоция. И я очень благодарен всем, кто непосредственно работает здесь, кто занимается именно развитием этого проекта, кто разрабатывает все эти подвижные составы, кто идет по пути вместе с Анатолием Эдуардовичем Юницким для того, чтобы воплотить в реальность вот ту мечту, которой он идет уже на протяжении 40 лет. Поэтому эмоции. Дмитрий, а мы бы хотели поблагодарить вас, потому что мы знаем, что вы уже очень давно с нашим проектом, вы сохраняете ему преданность, и вы большой профессионал своего дела. Я это говорю не просто для красного словца, а вспоминаю, что когда полтора года назад я пришел в проект, и у нас еще не было профессиональной команды для того, чтобы делать новости, и мы только создавали службу новостей или информации, то сначала обращались к вам и учились в своей работе где-то даже у вас. Спасибо вам и спасибо, что вы до сих пор с нами. Не сомневаемся, что с вашей помощью в Одессе скоро появится небесная дорога. Что бы вы еще хотели сказать, обращаясь, наверное, к своим согражданам, с согражданам Кадиситом? Ну, я скажу коротко, глядя на Анатолия Эдуардовича Еницкого, зная его историю всю, я просто могу сказать одно, что пуля, летящая в цель, не любуется пейзажами. Глубоко. А что добавит Максим? Я могу продолжить Дмитрия мысль. Вот наша пуля, летящая в цель, это реализация проекта Skyway в Украине. И мы приложим все усилия для того, чтобы первым городом в Украине был город Одесса. Мне очень приятно, что специалисты в данной отрасли, в нашем городе, как Одесса, Горэлектротранс поддерживают нас. И я уверен, что нашими усилиями совместными мы реализуем этот проект. Поэтому строй Skyway, спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok